Идем дальше. Анастасия Тарасова. Здравствуйте. Вы готовы? Подвое не продаете, как других питомников? Не планируете? Город Сальск, Харцузская область. Я не знаю. Там питомников хватает. Наверное, и подвое продают специально. Но откуда взять морозостойкость? Вот это вопрос. А я что отвечаю? Мы продаем. Продавали. Проходит время. Кто-то говорит, куплю, куплю, не трожьте все, приеду, все, целую машину, все. Проходит время, человек исчезает. Это знает бодро. У него так переросли напрочь, на смерть уже как бы переросли уникальные абрикосы привитые. Так же случилось и у Сергея. Вот чем закончилось. Переросли и поняли, да? Отвечаю. Сейчас, конечно, он уже столько много подвоев не выращивает, как еще год-два назад. Но есть готовые подвои. Это я за Сергея отвечаю. Уссурийский дикий груш. Уникальная вещь. Значит, манджурских абрикосов, жордели. Это тоже подвои. Так. Ну, эти самые. Когда-то меня просили прислать. Я из лесу копал прямо с сибирки. Но это друзья. Я ими никогда не торговал, кто помнит. Вот. И что еще? Войлочные вишни. Они же годятся на прививку персиков. Правильно? Вот так вот. Самое удивительное, я заказал у меня косточки именно войлочные вишни. Мои, они же на что-то привьют. А зачем? Но это, видимо, очень серьезные люди. С большими дальнейшими планами. Так. Так что вот так я ответил на вопрос Анастасии Тарасовой. И вот эта вот картинка. Видите, все зелененькое. Кстати, посмотрите. Это не больные, не мертворожденные шарльцы вырубались. Эта элита вырубалась. Пусть это элита гибридной манджурцы. Пусть. Но это элита. Анастасия Тарасова.